МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» — это программа «Влияние». Снова мы с вами, снова мы вместе. И я весьма рад тем, что вы даете возможность нам войти сегодня в ваш дом для того, чтобы преломить и разделить хлеб. Хлеб насущный. То есть Слово Божие. Я не один, Юра Аскеров. Юра, приветствую тебя снова. Будь благословен. Скажи, пожалуйста, у тебя в математике, так сказать, очень хорошо. Какая программа у нас сегодня с тобой? Двенадцатая. Двенадцатая? Двенадцатая. Молодец. Ты строго наблюдаешь. И, кстати, может, это, смотри, это особое число. Это не к тому, что последняя у нас программа. И, кстати, друзья, те семинары, которые Юрий проводит, и со мной, как с его собеседником, если у вас есть интерес, мы поднимали очень много разных тем. Вы можете заказать эти программы прям целой серии. Прямо 12 программ можете заказать, позвоните нам в офис. И мы сделаем это вам, благословим вас. То есть это будет 12 часов разной тематики, но все вращается вокруг Слова Божьего. Аминь. Юра, особая тема сегодня – это эсхатология. И прежде, чем я дам тебе слово, у меня в последнее время во свете всех этих таких очень стремительно развивающихся дел и событий и в Америке, и далеко за пределами, на Ближнем Востоке, везде круговорот политическое, социальное, военное, все это вот такой вот крутится, вот шар голубой. У меня ощущение песчаных перевернутых часов. И песка в этих перевернутых часах песчаных осталось очень-очень мало. Да. Есть в тебе такое или это только у меня такое? Не, мы одну из передач, ну, я буду на «вы» говорить, я не могу говорить на «ты». Ну, уже папа с мамой научили так. Мы с вами говорили одну из передач, и мы говорили, со времени организации государства Израиль не проходит одного поколения, и в данном случае 70-80 лет, жизнь одного поколения, и что-то случается. И мы сейчас видим, все начинает крутиться вокруг Израиля снова. Мы видим, что это и Иран, это и США, это и Турция, и Сирия, и все. Все начинает крутиться вокруг Израиля. И мы знаем, что время коротко. Мы живем в последнее время, в последнее. Мы живем в то время, довольно интересное время, когда мы можем смотреть Писание и наблюдать его реализацию в жизни. Когда мы можем смотреть на события в Библии и видеть их наяву. Это, с одной стороны, очень хорошо. Для многих людей это очень страшно. Почему? Потому что люди понимают, скоро конец, скоро. Что будет дальше? Ну, извините, Писание для нас, ну, немножко скрывает. Почему? Оно дает нам возможность заглянуть, что будет на земле, земную жизнь. Оно дает нам интересные притчи, оно дает нам интересные истории, оно дает нам интересное, как говорится, повествование о том, что будет, и особенно за эсхатологию в последнее время. Хоть мы знаем, что эсхатология менялась. Она менялась, почему? Потому что, когда евреи вошли в землю обитованную, эсхатологией было то, что если они нарушат завет Божий, Бог заберет у них эту землю. То есть там условия были? Да, да, да. То есть их обитованная земля была обусловлена? Да, да. Продолжение. И мы знаем, 586 год, а до этого был, если не ошибаюсь, 605, 597 год, и в 586 году до нашей эры в последний раз вавилоняне взяли Иерусалим, разрушили храм, разрушили Иерусалим и увели остаток людей, говорится, в пленение вавилон. Вот это была эсхатология на то время. Дальше мы видим, эсхатология понемножку меняется. И сегодня христианская эсхатология, она говорит очень интересно, хозяин или Иисус ушел, и он придет. И это очень вплетается снова же в еврейскую традицию. Вот вы знаете, от еврейской традиции мы никуда не уходим. Но не знаю, почему она у нас крутится, это, ну, наверное, потому что Писание еврейское. И Христос был еврей из-за этого. Да, и только один нееврей, нееврей это Лука, написал Евангелие по тщательному исследованию, а все остальное писали именно евреи. И еврейское учение, которое было еще до времен второго храма, то есть во времена второго храма, это учение о двух мессиях. Другими словами, один страждущий приходит на эту землю, и потом он уходит, и приходит уже впоследствии как царственный мессия. Но мы знаем, никуда нам от этого не деться. Христиане это учение не знают. Но дело в том, что, прошу прощения, Юра, 53 глава Исаии, это было взято, евреями было взято, остраждущим мессии оттуда, с 53 главы. Я понимаю. А теперь ко второму перейди мессии. Ну, дело в том, что эта глава у евреев сейчас запрещена, ее не читают. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Как евреи читают Тору? Тор разделена на 51 или 52 главы, то есть 52 части. Дальше. Мы с вами говорили, когда Маковеги обневили восстание, перед этим сириане запретили вообще читать Писание, то есть Тору читать, преподавать и обрезать детей. Это антиох, который. Да, да, да. И когда, то есть учитель делал исключение, кого-то обрезал или учил, это была смертная казнь. И вот еврейские мудрецы взяли из Писания и пророков, они нашли места, которые по смыслу похожи на вот эти недельные главы чтения Торы. И назвали это Гавтора, а в множественном числе Гавторот. То есть Гавтора – это замена. Это замена. И вот получается, когда Маковеи освободили Иерусалим, освободили Иудею, мудрецы приняли решение читать вместе и Тору, и Гавторот. И вот когда Иисус пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, эта глава читалась только в определенное время года. Совершенно верно. И он взял эту книгу пророка Исаии и читал «Дух Господень на мне». То есть это прекрасно. И вот мы видим, что евреи начали читать и Тору, и Гавторот. То есть мы видим еврейское писание, и мы никуда не уйдем от этого. Это не украинское писание, это не русское, это даже не английское, это не знаю, ни французское, ни польское, никакое. Это еврейское писание. Оно написано еврейским языком, оно написано по еврейской традиции. Для Новый Завет, ну кроме Евангелия Матвея, которое написалось на арамейском, все остальные были написаны на греческом. Арамейский – это сиро-халдейский, по-моему. Ну да, да. Ну это был разговорный язык в Иудее времен Иисуса Христа. То есть на сегодняшний момент он отсутствует? Ну дело в том, что… Он потерян? Ну возможно не потерян. Возможно есть Ассирийская церковь Востока, возможно она говорит на этом языке. Но я не знаю, ну где-то аналоги какие-то, я думаю, сохранились. Потому что еврей тоже, он был потерянный. Он был потерянный. Но переселенцы, которые переехали в Израиль, и один из них он называл себя единственным из народа. Я не помню сейчас, как это переводится на иврит. Он хотел воссоздать этот язык, Божий язык в Израиле. И что он сделал? Он женился на девушке, которая говорила на иврите. Он говорил на иврите. Служанка в его доме говорила на иврите. И его дети, которые родились, они говорили на иврите. И после того, когда кончилась Вторая мировая война, когда немцы уничтожили 6 миллионов евреев, а в основе идыша был немецкий язык, там была смесь немецкого и иврита. И тогда было принято окончательное решение иврит. Не смесь латино, то есть испанского с ивритом, а именно чистый иврит. То есть воссоздан был первоначальный вид конкретно? Юра, из-за того, что у нас времени не очень много, а тема очень обширна, Второй мессия, кроме того, как мы все понимаем, что Второго мессия евреи, которые ждут, это Антихрист, что еще мы-то понимаем, и Писание об этом говорит, что все-таки примут другого вместо меня, даже Бог, то есть Иисус Христос говорил Бог. Вот в восприятии евреев, как они видят Второго мессию? Хорошо. Вот было, например, движение Шабата и Ацви. Первый вопрос, который ему евреи задавали, где Бен Йосеф? То есть где страждущий мессия? То есть сын Иосифа? Где он? И тогда Шабата и Ацви придумал историю, что этот Бен Йосеф, он погиб в восстании Богдана Хмельницкого. Там было довольно жестокое восстание, довольно много евреев погибло. Возможно, мы сегодня коснемся причину, почему это было, хоть это была довольно серьезная причина, которая есть предостережение сегодня для многих людей, чтобы они думали о том, что его действие, оно может повлечь действия против его народа, его семьи, его детей и так дальше. Вообще полтысячи евреев было? Да, 480 тысяч. Зверски. Немцы в концлагерях отдыхали. Просто отдыхали, потому что такой жестокости, которую делали украинские казаки, немцы не делали. По отношению к евреям. К евреям, да. Но украинцев довели до этого. И если мы сегодня коснемся, мы будем говорить за это. Ну и так, мы, наверное, начнем с притчи. Хорошо. Давай мы идем 24-25 глава, читающие Писание знают, о чем мы говорим. Итак, это первая притча, наверное, о десяти девах знаменитая. Нет, первая притча, да, она идет о праведном домоуправителе. Ну давай и раньше. Это довольно интересная история. И когда я готовил семинар именно по эсхатологическим притчам, эта притча меня заинтересовала особенно. Почему? Из всех людей Бог выделяет одного человека и ставит его руководить. Например, его дому. Ну, мы можем сказать страной, мы можем сказать церковью, мы можем сказать каким-то предприятием, ну, а мы можем сказать, что домом. Иосиф, например, был домоуправителем фараона. Как говорится, он управлял домом фараона. А передаем в Патифара. Ну да. И был, и был при этом премьер-министром, будем так говорить по-нашему, Египта. И Даниил, наверное, был тоже. Ну да. Но мы видим, что Иосиф принес благословение. Принес благословение. Почему? Потому что фараон с распорсертыми объятиями принял его семью. Фараон увидел этого человека, высокий дух этого человека. Что он сделал? Он прекрасно понимал, что умрет фараон, и Иосифа выкинут из Египта. Просто-напросто. Почему? Иосиф не был жрецом. Иосиф не принадлежал к высшей знати. И тогда фараон его вводит в высшую жреческую олигархию. Он женит его на дочери жреца Иллиопольского. К сожалению, это не сработало. Потому что, когда он умер, написано, восстал фараон, который не знал ни Иосифа, ни Делого. Это была уже другая династия. Это снова война с севера и юга. И мы знаем, что юг победил. Мы знаем, что они, как говорится, выгнали гиксов. Потому что гиксы были семиты. Это было семитское племя, которое когда-то завоевало часть Египта. И в данном случае мы видим то, что этих людей выгнали, а теперь остались евреи. А евреи тоже семиты. И ненависть была именно в том, но при жизни Иосифа, при жизни Иосифа, к евреям относились прекрасно. Потому что люди помнили, он спас Египет от голодной смерти. От голодной смерти 7 лет. Голод должен был поражать Египет. Но из-за того, что Бог дал ему откровение, то есть откровение дал фараону, но толкование этого откровения, он скрыл от жрецов, от мудрецов, от всех. Ромен Иосиф. Да. Но Иосифу он открыл это. И Иосиф говорит фараону, и он не просто говорит фараону, он сразу ему говорит о выходе из этого положения. То есть домоправитель. Да. В любой структуре домоправитель. Вот ты домоправитель в твоей семье. Ну, я в своей жене муж. То есть в своем доме муж. Домоправитель, да. Ну, домоправитель у меня менеджер, который управляет моими апартментами, где я живу. Но в рамках семьи. Но в рамках семьи, да. И мы видим, что в данном случае довольно интересная притча. В чем она интересная? Я сегодня вижу расхождение в церкви. Огромное здоровое расхождение. Во-первых, во-первых, этого человека ставит Бог. Он не сам рвется, ни через бунты, ни через проблемы. Он идет. А вот это? Есть? Вот это вот. Вот это вот. Поднятие руки называется. Но если это, если это, да. Если это, да. Но я бы хотел сказать другое. Когда мы были в Союзе, к нам проехали братья, и за одну церковь говорили, там служители не выбирают. Там люди видят, кого ставит Бог. И этот человек становится лидером, и все видят, что именно этот человек поставленный Богом. В идеале. Ты говоришь в идеале. Ну да. У нас сегодня люди стараются выбирать. Ну хорошо. Кого выбрали, того и получили. Хорошо. Но мне интересна очень одна вещь. Человек поставленный. Для чего он поставленный? В данном случае, домудрый, домоуправитель. Он беспокоится. Самую первую очередь о доме. То есть о тех, кто живет в этом доме. И меня очень-очень удивляет другая вещь. Он переживает, чтобы слуги, которые находятся под ним, вовремя получали хлеб. Другими словами, он делает так, чтобы люди служили и были довольны этим служением. Это очень, как говорится, большое благословение, когда человек, под которым ты ходишь, он переживает за тебя. У меня был один такой человек. Это была Украина. Это человек, который был руководителем еврейского общества культуры Семен Павлович Долинский. Он переживал. Он переживал за меня. Хоть, извините, у меня только папа еврей. Я не считаюсь евреем. По маминой линии. Да, по маминой линии. Но этот человек всегда переживал. Этот человек всегда переживал, звонил, говорил. Если мне что-то надо, доставал. Однажды был случай, мне нужны были Библии, ну, церковь. Я понимаю, и мне позвонили с еврейского комитета, говорят, Юра, приедь, возьми Библии. Я говорю, сколько дадите? Ну, сколько тебе надо? Я говорю, штук 20 дадите. Да, говорит, приезжай. Я приехал, они мне три ящика. Я говорю, ребята, ну это ж вам дали. Говорит, Юр, извини, пожалуйста, у нас уже у каждого дома по пять, по шесть, разные переводы с разными этими самыми шрифтами, все. Но я подумал, слушай, я ж могу еще раз приехать. Я поехал еще, ну, на Павловича нарвался. Ну, правда, немножко получил, но он знал, что я верующий. Он знал это прекрасно. И он защищал меня перед, как говорится, волынским раввином. И получилось так, они мне снова дали Библии, много Библии, и люди в церкви имели огромное благословение. И он хотел эту общину поставить как мессианскую общину. Но я ему просто позвонил, я говорю, Семен Павлович, ну, вы меня извините, пожалуйста, вы уйдете. И вы знаете, что будет с этими людьми. Вы знаете, как говорится, евреев, вы знаете ихнюю религию, вы знаете ихнюю культуру. Этих людей просто выкинут, и все. И получалось, это у нас была как община, которая входила в областную, но практически все люди в этой общине прошли через покаяние. И даже знаменитый врач, который мы говорили с вами, Сокольский, он перед смертью покаялся, и его хранили верующие. В этой общине. Да. А не в этой, хоронила уже Нововолынская церковь ХВЕ. То есть, другим словом, то, о чем ты говоришь, что в твоей практике, в твоем служении был тот, который был для тебя как духовный отец, да? То есть, как домоправитель. Ну, духовным отцом я больше бы назвал бы, был Федор Артышук. Почему? Потому что, ну, после того, когда у меня получился, ну, неприятный разговор с одними служителей, я ушел туда, и этот человек принял, этот человек говорил, этот человек наставлял, этот человек вразумлял. Ну, извините, даже мои грубые ошибки, он сносил и спокойно поправлял меня. Ну, он был такой. То есть, модель, а ну-ка модель домоправителя, домоуправителя, новозаветнего, я говорю о новозаветнике. Хорошо. Самое первое, это человек, который бодрствует. Раз. Это очень важно. Почему? Бодрствование, это состояние, когда человек не спит, когда человек на чеку. Это раз. И мы потом будем говорить, почему он должен бодрствовать. Во-вторых, забота. Забота о доме, забота о людях, которые, говорится, находятся под ним. Почему? Потому что, извините, сегодня в церковь не приходят ангелы. Сегодня в церковь прилетают такие души, как я. Извините, у меня до 23 лет, ну, довольно нехорошая биография была. До уверования. Да, до уверования. И я многим братьям говорил о том, что будут, поймите, будут прилетать такие, как я. И когда была у меня проблема, и церковь не хотела ее решать, этот человек, бодрствуя, он постоянно вставал 4 утра или полчетвертого, он постоянно молился. И однажды Бог ему сказал о решении моей проблемы. Все. Хоть многие выступили против, он сказал, мне сказал Бог. Это очень важно. Это человек, который не боится брать ответственность. Аллилуйя. Это прекрасно. Когда человек не боится брать ответственность. Дальше. Когда он переживает и сопереживает. Ну, сопереживает, я больше не знаю, но переживает. У меня тоже была проблема. И они пробежали ночью ко мне. Извините, он был инвалид. И они пробежали ночью ко мне и говорили, мы переживаем, мы боимся. Я говорю, что вы боитесь? Я уверовал не в человека, я уверовал в Господа. Я иду за ним. И вы знаете, для меня было удивительно. Он бы мог спокойно сидеть себе дома и ничего, но он пробежал. Он пробежал, потому что он понимал, это мой путь становления. И у меня попадались разные люди. Люди, которые приносили и благословения, люди, которые расчаровывали меня, люди, которые старались отвести от Христа. Все было. Ты знаешь, мы очень много теряем. Мы настолько много теряем. Я на прошлой буквально неделе это в тему встречался с лидерами одной из церквей, которые плакали мне, как говорится, в плечо. Церковь небольшая, наверное, 100 может, с небольшим свостиком количество людей. И задача пастыря это раз в месяц сказать проповедь и исчезнуть из церкви. А я говорю, ну так, обождите, говорю, братья, ну, модель новозаветнего пастыря это 22-й псалом. Я ни в чем не буду нуждаться. Иван Иванович водит меня к водам тихий. Иван Иванович подкрепляет душу мою ради имени Господа. Если я пойду и долину и смерть, не боюсь зла, потому что Иван Иванович со мной. Иван Иванович посох, они успокаивают меня. А мне говорят, брат Юра, у нас другая структура в церкви. Я говорю, вы с гордостью это говорите? Нет, говорит, мы говорим это с печалью. Действительно, сейчас мы видим в Америке, это уже не то, как ты говоришь, 4 часа, пастырь, 4 часа, в него сто овец, и он, ты понимаешь, он уже, в него нос на ветру. Такое мое литературное выражение. То есть все остальное должны делать помощники, заместители на 100 человек. Это не тысячи, это не 3000, или не 6000, как у Адама Семеновича Бандарука. То есть там 100 человек, и уже структура такая, что к нему не касайся. Но вот таких служителей, которые в 4 часа утра к тебе примчались, дабы поплакать с тобой, помолиться с тобой, поддержать тебя. Это было не в 4, он вставал в 4 молиться. Ну пожалуйста. Ну они ко мне поздно, поздно вечером, где-то в 11 вечера пробежали. Продолжаю. На пятый этаж надо было подниматься. Ох, как не достает таких служителей. Я понимаю. Не достает. Я понимаю. Но вы знаете, Нововолынск был благословен, что мы имели таких служителей. Я знаю, что после этого, когда уехали братья, стал Алексей Рыдько. Но сначала он меня что-то... Но потом, когда братья поговорили, все, это стала моя защита, это стала моя стена. И он благословил меня на еврейское служение, он благословлял меня в церкви, он старался помочь мне и в духовном, и в совете, и молитвой, и все. И однажды я наделал делов. А ну-ка. Ну я делал еврейский вечер, сделали мы один еврейский вечер в Нововолынске. Мы собрали евреев города, церковь дала транспорт, мы привезли их, правда, это делали на 15-м маленьком клубе. И вы знаете, было что-то удивительно. Почему? Потому что люди, которые, кажется, были авторитетными в нашем городе, они плакали. Они плакали. И тогда Жанна Семеновна, вроде Хамедулина, я точно не помню, как по отчеству, она стала и сказала, вы знаете, здесь мы слышим, как говорится, свою культуру, мы слышим, дети поют наши песни. Но, говорят, поймите, было раньше время, когда мы шли по улице и нам в спину кричали страшные слова. Это все было. И вы знаете, Алексей был одним из инициаторов этого служения в нашей церкви. И это было огромное благословение. Был и второй еврейский вечер, который тоже был для меня огромным благословением. Почему? Потому что, когда я увидел одного человека в зале, я сказал, Господи, как мне отсюда убежать поскорее? А что одного? Дело в том, что эта женщина, я сейчас не помню ее имя, она была, ну будем, политический бультерьер. Я по-другому не могу назвать. Вот забыл я ее имя. Она была одним из руководителей Руха. О! Ага. И когда я ее увидел в зале... Это Черновилла Рух, который... Рух, по-моему, Черновол занимался. Ну да, потом он разделился, правда, на две части. Но когда я ее увидел, мне стало страшно. Мне реально стало страшно. Но показывать это людям я не имел права. Я на сцене, я представлял церковь и я представлял еврейскую общину. Все. Ради этого. Я начал вечер, все, вечер очень хорошо прошел. Пригласили других евреев, которые еще не были. С некоторыми я познакомился впоследствии, все, пригласил в общину. Это было хорошо. Но только я хотел убежать, меня рука так цап! И это был кто? Это была эта женщина. Все. Она говорит, я прошу, давайте мы зайдем ко мне в кабинет. Мы пошли в Белый дом наш, Нововоленский. И она мне начала рассказывать, говорит, знаете, у меня все друзья евреи. Мои любимые поэты евреи, композиторы евреи. И мы начали с ней говорить. И вы знаете, впервые, возможно, она услышала слова Маргары Тетчер. Маргары Тетчер спросили, почему в Англии нет антисемитизма? Она сказала, англичане не считают себе дурнее евреев. Извините за такое слово, но я передаю, как оно есть. То есть глупее, да. Да, 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 глупее евреев. Ну и получилось, мы долго говорили, и потом она написала статью в областную руховскую газету. я ненавижу слово жид. И она дала мне кипу этих газет. Я приезжаю в область, захожу в комитет, я рассказываю за этот вечер, рассказываю за эту статью. Юрий, я вижу стеклянные глаза. Непонимание. Не то, что непонимание, неверие. Я говорю, ну ребята, вы мне не верите, вот пожалуйста, газеты. Они порасхватали эти газеты, начали читать. И потом Семен Павлович встает и говорит, Юра, если бы не эта газета, я бы не поверил бы ни за что. Как бы ты мне не говорил бы, что ты мне не говорил, я бы не поверил бы. Интересно. Возвращаемся так в разряд бодрствования, о чем мы говорим. Мы перечислили души по печенью, и поплакать в плечо, и обнять, и расцеловать в обе щеки. Где проповедь Евангелия, где проповедь Евангелия, это же основное. Но это мы будем говорить дальше, то есть его обязанность, его работа. Но я бы хотел бы в том, что он должен делать еще одну вещь сказать. Он переживает, чтобы слуги, то есть люди, которые помогают ему, они получали хлеб вовремя. Другими словами, чтобы люди не были голодными, чтобы, извините, человек служит, а ему дома говорят, слушай, ты бы лучше на работу пошел бы. Извини, дети не имеют, что кушать, одеться не имеют и так дальше. Я знаю и таких. Я знаю и таких. И с одним здесь я в Сакраменто встретился. Вернее, он случайно позвонил мне, я не буду называть кто, что, не хочу. Но мне человек начал говорить, вот почему все хотят что-то получать. А мне такая мысль, хорошо, а ты за что работаешь? За доброе слово? Или ты работаешь за финансы? А потом мне как бы рассказали из-за этого человека довольно нехорошие вещи. И поэтому, если человек бодрствует, он бодрствует над всем. И в первую очередь он переживает за тех людей, которые помогают ему, то есть слуги. Когда я был, например, в Нововолынске, мы ездили в село Войславичи. То есть мы там открыли церковь, все. Ну, извините, с одной стороны православные, с другой греки, католики, виллы на виллы, то есть ищные люди ради церкви, ради церковного знания. И тут появились пятидесятники. И вы знаете, ну, немного. Где-то там нам иногда молоко давали, иногда что-то такое, но это было хорошее подспорье. В то время, в то время, когда, извините, у нас деньги упали вниз, когда люди по нескольким месяцам не получали зарплаты, это было что-то. Это было что-то. И постоянно мне, например, Володя Грицак звонил, Юра, на хлеб есть у тебя? Я говорю, на хлеб всегда есть. Ну, трудящийся, достоин пропитанный. Я понимаю. Я понимаю. Бог благословлял. Я ничего не говорю. Бог благословлял. И сегодня, например, я задаю людям вопрос. Хорошо. Вот ты идешь к опытному зубному доктору для того, чтобы полечить зубы. Говорит, да, иду. А почему ты не пойдешь ко мне? Говорит, ну ты ж... Я говорю, хорошо, ну тогда в церкви почему вы идете к неопытным людям, а к опытным вы не идете? И почему опытные люди, они где-то находятся в стороне? Ну, бывает такое. Бывает и такое. То есть, в идеале не должно так быть. хорошо. А теперь мы посмотрим, что его работа на небе Божьей. Самое первое, это пятикратное служение. Пятикратное служение. Мы знаем апостол, пророк, евангелист, пастырь, и учитель. Практически, этот человек, он совмещает в себе это все. Сочетает. Да, да, да. Но если мы сегодня говорим, что у нас апостолов нету, ну извините, латинское слово миссионер, это и есть апостол. Переводится на русский язык как апостол. Знаешь почему? В современности, особенно на Украине, она стала нарицательным именем по причине некоторых персонажей. Я понимаю. Мы не будем туда двигать. Из-за этого, но они есть, я также верю, что они есть. Хорошо, дальше. Его работа, подготовка и выбор дьяконов. То есть людей, которые будут помогать ему. Вы знаете, опыт многих церквей я считаю ошибочным. Когда пастырю навязывают определенных людей, которые ему постоянно мешают. Но бывает такое. Бывает. Я понимаю, что, например, я работаю. Я работаю сейчас на предприятии, со мной работают несколько человек, мы работаем как одна команда. Это правда. Это правда, да. И я должен выбрать тех людей, которые будут мне помогать в служении, а не бить меня по рукам. Извините, тех, которые хотят бить по рукам сегодня очень много, но тех, которые помогают очень и очень мало. И поэтому у нас была с Владимиром Рыцаком примерно такая система. Я ему помогал всегда. То есть, а как бы был его помощник, он мне говорил, я всегда делал. То есть, я его ни разу не подвел, я ни разу не сделал так, что он краснел за меня. Почему? Я понимал, это пастор. Хоть это мой одноклассник, мы с ним сидели, но практически я сидел за ним в школе. Я мог бы, извините, понебратство включить, но я понимал, в церкви это пастор. Да, были моменты, я приходил к нему домой, мы сидели, говорили о чем-то, но в церкви, я понимаю, это пастор, это служитель. Бог призвал меня для того, чтобы служить его винограднике. Все, я подчиненный. Таким образом, возвращая к диаконскому служению, это служение, которое дополняет работу пасторя, не вытесняет, не заменяет, но дополняет работу старшего служителя. Ты знаешь, как в одной церкви, если уж чуть-чуть мы в негатив пойдем, большая церковь. И когда стоял вопрос выбора служителей, решили установить квоту. Здесь Ровенские, один диакон должен быть от Ровенских, чтобы не обижали, второй диакон от Царнинских, третий диакон от Нововолынских и четвертый диакон от Броды или Дубна. И я посмотрел на этот винегрет, говорю, что это за квота? Обожите, квоты выделяют где-то в организации, в структуре, бизнес-структуре, там квоты выделяют. Я понимаю, дело в том, что шестая глава Деяний это очень интересная глава, очень интересная. Я обычно в семинарах употребляю эту главу для того, чтобы показать, как начинается душепопечительство, с каких моментов, что оно, как говорится, преследует и так дальше. И там сказано, что диаконов как выбрали? Тех, которые работали, ихнюю работу было видно. Конечно. А не тех, которых загоняют на этот самый кандидатский срок. И потом смотрят, мучают человека. Он не хочет. Он не хочет. Но ему говорят, ты должен. А в некоторых церквях конкретно их заклинают. Ты знаешь, мне один в штате Вашингтон, не буду говорить, в каком городе, мне один так сказал. А я, говорит, пастору так сказал, попробуйте. И это на полном серьезе. Настолько это возмущение вызвало в моей груди. Он говорит, я сказал пастору и служителям, попробуйте меня не выбрать диаконом. Как это? Тех выбирают, а меня попробуйте. Я уйду из церкви. Я говорю, как пастор отреагировал? А, говорит, а куда он балделся? Говорит, как же? Его, говорит, племянника выбрали? Что это за панибратство? А меня? И, говорит, нет, выбрали. И мне это сильно не понравилось. Это не новозаветная модель служения диаконскому. Это ты должен подтвердить своим трудом, как ты говоришь, шестое деяние. Итак, продолжаем. Я тоже скажу один пример, тоже не буду называть церковь. Человека выбирала церковь. Пастор предложил его кандидатуру, потому что этот человек работал. Но этот человек был снова обращен. Но он уже определенное время долго был в церкви. И его кандидатуру отклонили. Поставили человека, который сегодня бьет пасторю по рукам. Проблема создаёт. Проблема, да. И вы знаете, благословенные, это проблемы. Но мы сегодня говорим за хорошего дома управителя. Хорошо, дальше. Паси Божий ховец. Это его основная работа. Это всё то, что вы сказали. Это и душепопечительство. Это 22-й псалом. Да, да, да. Это и посещение домов. Это молитвы. Это всё. Злачные пажития. Да. Я однажды в Киеве преподавал с одним корейским пасторем. И, ну так, через переводчика мы говорили, потому что я английского не знал. И он мне рассказал, когда он был в Корее пасторем, и он работал, то есть, фулл-тайм. Ему церковь платила всё. Но он говорит, у меня практически свободного времени не было. 3.30 у корейцев молитва. Конечно. Он должен быть там. Я неоднократно убеждался в этом. 3.30 утра. Дальше. Кончилась молитва в 9 часов или в 10. У него есть уже три семьи, которые он должен посетить. Хорошо. Он звонит, заходит, поднимает руки, молится за этот дом. И вы знаете, я смотрю, когда человеку лучше поговорить с пастором? Ехать кто его знает куда? Или пастор пришёл к тебе домой? Дом располагает к беседе. И вот вы в отдельной комнате, и человек может вылить свою душу, рассказать, попросить совета. Всё. Если что-то покаяться. И он мне рассказывал, я это делал. Потом вечером служение. Всё. То есть, человек на своём пасторском месте. И люди были довольны, и церковь росла. Почему? Вы знаете, однажды я помог одному человеку в душу попечительству. То есть, не я, а Бог. Через тебя. Да-да. И этот человек привёл людей в церковь. А знаете почему? Потому что ему помогли. Ему помогли. Ему. Никому-то другому. Где он что-то услышал? Ему помогли. А когда ему помогли, значит, извините, люди это увидели. И он это рассказал. И люди говорят, мы тоже хотим туда. И вот его забота пасти овец. Это и проповедь. Извините, я знаю многих пасторей, которые углубляются в Слово Божье для того, чтобы дать пищу. Это правильно. А знаю таких, которые прибежал, прочитал что-то, ну и начал рассказывать, как его дедушка с бабушкой живут, как они там овец или коз спасли, какие у них лошади, коровы были, и так дальше, и так дальше. А с другой стороны, могу такую историю рассказать, что она просто неправдоподобна. Смотри, Юра, для того, чтобы таким образом, как ты говоришь, преподавать чистое Слово, надо пребывать в Слове. Аминь. Надо пребывать в Слове. Надо любить Слово, надо читать Слово. Тогда Бог и дает Слово в уста. Во-первых, Он в сердце дает, а потом то, что в сердце, будет излагаться в уста. Это одно. Но смотрите, Юрий, хорошо. Вы пастор. Я пришел к вам, например, с проблемой, у меня проблема, ну, давайте возьмем так, депрессия. Пришел другой человек, депрессия. Третий человек, депрессия. Ага. Мысль пастора работает как? Если три человека пришло, а если умножить на десять, те, которые не пришли, есть проблема. Значит, церковь депрессии находится. Значит, надо вести проповедь по отношению этого. Мне нравится, когда-то Дерек Принц, вроде он, говорил одну историю. Приехал он к своему другу в одну из церквей. Он, ну, у них воскресная школа для взрослых. И он преподавал послание к галатам. И он потом спрашивает, слушай, скажи, пожалуйста, а много людей приходят к тебе? Ну, говорит, приходят все. Говорит, и как они? Ну, говорит, не очень. Говорит, слушай, я тебе дам совет. Напиши завтра, в следующее воскресенье будет проводиться тема победа над страхом или победа над депрессией. И ты увидишь, что будет. И вы знаете, когда они встретились снова, говорят, ну как? Говорится, у меня мест не хватает. Люди приходят. Мест не хватает, чтобы мы сидели. Почему? Потому что это проблема. Это проблема. Проблему надо решать. Конкретика здесь. Конкретика. Конкретик. И проблему решает Божье Слово. Только его надо попросить Божье Слово. Пожалуйста, открой мне свои тайны. Расскажи мне, пожалуйста. Вчера вечером я поздно очень попал в одну семью. И я настолько был приятно впечатлен, когда вижу, семья окружила молодую 18-летнюю сестричку, у которой начала проявляться астма. И была очень длинная молитва. Громкая молитва. Не знаю, что там соседи вокруг думали. Это же 11 часов ночи. Бедные соседи. Вчера вечером. Да, бедные соседи. Благословенные. С одной стороны мусульмане. С одной стороны. С другой стороны пятидесятники живут. Русские. Там мусульмане какие-то американские. С третьей стороны еще какие-то. То есть была громкая молитва. То есть это о чем говорит? Евангелие в действии. Когда идет сразу практика. Практикует молитва там за больных. Даже елеем там помазывали сестренку. То есть это то, о чем ты говоришь. Да. Дальше. Очень важно это быть человеком, который слугой является для детей. Но мы знаем в мире градация идет по-другому. Идет господин дальше слуга раб. Но в христианстве оно что-то по-другому. Раб слуга и дети. И получается что слуга служит детям. Ну а кому он должен служить? Он его выбирает как служителя для того, чтобы он служил этим людям. Разве Христос не поступил? Аминь. Я между вами как служащий. Да. Да. Точно. Извините, важно не ударить раненую овцу, а перевязать, взять на плечи и нести. Это великое благословение. Там написано жезл и посох успокаивают. жезл и посох не будоражат. Не взрыв эмоций и чувств и сразу каких-то негодований и критики против пастыря, против жезла. Они что делают? Успокаивают меня. То есть это евангельский принцип. Божественный принцип. Ну вы знаете, Юрий, два обета я дал здесь в Сакраменто Богу. Первый обет, что если я буду пастырем, если, ну хоть меня рукоположили как пастыря и евангелиста, я сейчас не про дела, но я сказал, я ни одного человека не доведу до нехорошего. И второе, я говорю о том, что я буду помогать, благословлять людей и ни одного человека, если он в проблеме, если я ему не помог, я его не исключу. Это закон Гиппократа. Я люблю говорить, не навреди. Аминь. Как только Бог в область твоего круга помещает кого-то, я так понимаю, и у меня, в моей практике служения было неоднократно, постоянно, как только Бог помещает в круг твоего зрения кого-то, Бог делает это с определенной целью. Аминь. Он не просто послал к тебе, потому что у Бога есть далеко идущие планы относительно кого-то. И когда ты говорил заслужителей из Нововолынска, ряд из которых они были настолько поддержкой, они настолько были для тебя помощью, утешением, укреплением, ободрением. И благо это великая честь, великая честь на плечах и в служении этих служителей. Хорошо, Юрий, следующее, что он должен делать, учить, то есть делать душепопечительство, готовить учеников и проповедовать Евангелие. Это очень важно. Почему? Вы знаете, я был в служении евангелизации, ну, оно называется в Америке взрыв евангелизации от сердца к сердцу, потом на Украине оно приобрело еще и другое название, и я был удивлен, я был удивлен, что нам приходилось служить вообще неверующим людям, вообще неверующим. Извините, иногда успокаивать, потому что когда мы проповедовали Евангелие, когда касалось души человека, получался взрыв эмоций. люди впервые находили людей, которым они могли выговориться, просто выговориться. Я с одним человеком говорил, он говорил мне 40 минут, я молчал. Я понял, человек хочет выговориться, и потом он сказал, вы знаете, ну, очень хороший собеседник, я давно таких не встречал. А ты молчал? Да, и впоследствии этому человеку можно легко проповедовать Евангелие. Почему? Я его выслушал, я его выслушал, понимаете? Это очень важно. Это очень важно научиться слушать. Во время евангелизации я всегда слушал. Я давал возможность с человеку поговорить. Почему? Потому что в своем разговоре он даст мне крючок, на который он сам и сядет. Другими словами, я его поймаю как рыбу. Он сам мне даст. Потому что в беседе, когда человек открывается, ему становится легче. И в твоем лице он видит не просто уши, он что-то другое видит. Я понимаю. Он не видит уши большие, он видит твое сердце, что ты... Потому что можно делать, знаешь, как робот можно делать. Можно. Да, как в библейской школе учат. В американских библейских школах, знаешь, как учат? Я же учился тоже. Провел время в американской школе библейской. Там галочку так, этот отметил, 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 сделал прочерки, отмечал галочкой. Но по большому счету это, как ты говоришь, душа попечения, это нечто то сокровенное, что вкладывают в твои уши. И ты это берешь сокровенное твоего собеседника с его проблемами, с его болями, с его болезнями, с его проклятиями. И оно проходит через твое сердце, если ты истинно Божий служитель. Аминь. Это не для галочки, ты там отметил, ну, я проговорил с этим, а кто там еще на очереди, еще один там говорю, ну, давайте еще. Так не работает. Так не работает, я понимаю. Душа попечения это очень-очень серьезная вещь. И в данном случае говорить надо так, чтобы не обидеть человека. Потому что он и так уже обиженный жизнью, он и так уже израненный, он и так уже в проблеме. И не увеличить эту проблему, это одно. Довольно часто, довольно часто люди, которые приходят, все-таки они видят в или в душе попечителя, или в пастыре, не просто человека. Они видят ставленника Божьего. Ставленник Божий. И вы знаете, как надо осторожно поступать, чтобы люди не разочаровались. Не в тебе. Потому что разочаровываться будут не в тебе, а разочаровываться будут в Боге. Точно. Вот какие золотые слова. Ты знаешь, на прошлой неделе я был зван на бракосочетание, и до бракосочетания мне служители подошли и сказали, я с женой был. Ну, братюра, там, то-то-то с молодыми. Я же не говорю, в каком штате, правда? То есть, это может быть на Аляске или на Гавайи. Да, потому что я бываю временами в разных штатах. И это, и говорят, ну, так и так, вот, там, небольшая проблема, там, какие-то трудности к этому, к приготовлению этого дня, там, какие-то между родителями, что-то там, ну, какие-то там были сложности. Вот. И я молился, Господи, дай такое слово, дай мне слово, чтобы, вот, чтобы это было от Тебя. Молодые люди чуть-чуть, ну, понятно, они любят друг друга, это же, знаешь, вот, молодые люди, а родители, там, что-то, вот, какая-то там чуть-чуть возня. И я от самого Господа принял слово и передал, как апостол Павел говорит. И я говорю, молодые люди, у вас все получится, у вас все будет хорошо, ваш брак будет крепкий, несмотря ни на что, несмотря, что было до этого, у вас все получится, у вас все будет хорошо именем Господа Иисуса Христа. То есть, я начал говорить, вот, я заметил, как, знаешь, смотрю на родителей, и родители вот как-то вот, вот как-то вот плечи расправились. То есть, очень важно, как ты говоришь, чтобы они видели в тебя пророка пусть, евангелиста, пастыря, душепопечителя, вот, кого бы, апостола, если хочешь, но главное, чтобы ты слово передал, принял от Господа и передал слово. Вот, и я почему руку тебе пожал, потому что ты очень емко сказал, что они не тебя видят, по большому счету, но они видят помазанника, через которого Бог говорит в их судьбу. Да. А ну-ка, Юра, продолжай. Хорошо. И когда люди это видят, они приходят. Почему? Потому что они знают, что ты человек Божий, это раз. И во-вторых, Бог имеет дело с тобой, Он тебя поставил на это. А если Бог поставил тебе на это, значит, ты делаешь ту работу, которую Бог дал тебе. И смотрят, как ты ее делаешь. Хорошо, плохо. Если плохо, ну, я уже сказал, люди просто-напросто, они тогда говорят, Бог, ну, 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 вот такое, что-то типа этого. Это если люди, а если Бог говорит, слушай, ты не свое место занимаешь, это еще хуже, чем люди будут говорить, когда Господь не скажет, добрый, верный, рад, а что-то другое, ленивый. Тут же, этот же пример, когда этот домоуправитель поймет, что хозяина долго не будет, он будет пить, гулять, как говорится, бить слух, и придет Хасвадин в тот час, когда он не будет ждать. Ну, и там написано, довольно нехорошая участь этого человека. Точно. Это мы только, кстати, одну притчу прошли. Я же говорил, что это будет. Будет следующее, Юра, у нас. Хорошо. А ну-ка. Но я еще хотел бы сказать, что домоуправитель, это довольно серьезный человек и довольно серьезная миссия этого человека. Вот просто пусть на меня не обижаются наши друзья-евреи. Я просто расскажу одну историю. Потому что, ну, еврейские авторы имеют такую тенденцию, ну, когда они что-то пишут, они дают определенную ссылку, как бы доказать свою правоту. Но был такой случай за еврейских арендаторов. Когда польские шляхтичи получали земли на Украину, зачем им Украина? Им Варшава нужна. И они присылали еврея-арендатора, садили туда. Этот начинал понимать, что в его руках власть, и что он начинал в первую очередь, он закрывал церкви, он начинал насиловать девчат, извините, издеваться над местным населением, брать поборы, которые во много раз больше того, ну, извините. Ты за евреи говоришь? Да, да, да. И началось восстание. И вот эти арендаторы сделали такую ненависть к евреям, что, извините, это в крови украинского народа до сих пор. Я много раз говорил за вот эти погромы Богдана Хмельницкого, я их осуждаю, конкретно осуждаю. Извините, но есть такая русская пословица, причем тут церковь, как, ну, поп не на своем месте. Причем тут, говорится, простые люди, когда был этот арендатор. И убивали жестоко женщин. Я просто в эфире не хочу говорить, потому что многие люди потеряют сознание. Такая жестокость была по отношению к евреям. Только скажу одно. В синагогу загоняли мужчин, ну, синагога делалась немножко порог больше, выше. Их расселали свитки Торы и перерезали горло как баранам. И Костомаров, тот же историк, на которого упирается господин Кандель, он говорит, что иногда кров доходила по щиколотке в синагоге. Мы Богдана Хмельницкого знаем в позитив. Это украинцы знают позитив, а евреи знают в негатив. Да, это правда. Когда была война, один из евреев сделал большой подвиг. Его пригласили в Москву для того, чтобы вручить ему орден Богдана Хмельницкого. Он отказался. Он отказался. Ну, тогда Сталин там что-то Виссарионович начал. Ну, говорит, что это такой за удивительный. Ну, и он сказал, что этот человек убил очень много евреев. Ну, тогда ему просили, дали другой орден. Просто, чему я говорю, Домоуправитель имеет и большую власть, и имеет большую ответственность. Это очень важно, чтобы люди понимали, что не только власть, но есть и ответственность за эту власть. Если бы через призму времени Дух Святой показывал периодически для нас, для служителей, что стоит за твоей властью, и показывал вот эту ответственность, ты знаешь, по-другому себя бы вели очень многие. Очень многие, да. Очень многие. Потому что мы в руке видим только жезл, но в руке есть же и посох. Да. Продолжай, Юра, у нас осталось три минуты из часа, да, три минуты. Поэтому мы продолжим эту тему. Это только одна притча. Ой, да, это только одна притча. А мы продолжим обязательно эту тему. Хорошо. Я бы теперь хотел бы немножечко сказать за одного человека. Это был не еврей, это был англичанин Вильям Коррей. Я не знаю, как он по-английски, как его имя, но в нашей литературе он Вильям Коррей. Этот человек был сапожником. Он знал Писание. И в его сердце горело желание поехать в Индию. Он стал как бы отцом для многих индусов. Почему? Когда он приехал туда, он увидел одну несправедливость. Когда две реки Инд и Ганг разливались, мамы бросали крокодилом своих детей. То есть это была человеческая жертва. Но бросали здоровых. Больные дети это было ее бремя. Это было то, что она должна была нести. Это была ее карма. И тогда Вильям Коррей его возмутило это. Он взял Веды и Упанишады, это священные книги индусов, он прочитал, там этого обычая не было. И через английскую администрацию он отменил это. Второй зверский обычай, который был у индусов, это было сожжение вдов. Другими словами, мужчина когда женился, он брал девушку, которая 10, 15, 20 была младше его. Мужчина конечно умирал первым. И вот теперь он лежал на погребальном костре, то есть на дровах. Женщина ночь проводила дома, потом утром она выходила, танцевала вокруг покойника, разбрасывала священные фрукты, ложилась около мужа, обнимала его, ее приваливали здоровым бревном, обливали маслом и поджигали. Если мужчина сгорал мертвым, женщина сгорала в адских руках. И вот домоуправитель, человек, который поставленный Богом, что он делает? Он борется, он 20 лет боролся ради того, чтобы этот зверский обычай был отменен. Упразднен. И чем кончилось? Отменили. Видишь? И сегодня мы видим, что многие индийские женщины, они могли бы благодарить этого человека за спасение их души. И вот мы посмотрели три вида домоуправителя Иосиф. Дальше мы посмотрели за этого Вильяма Корея и мы посмотрели немножко за арендаторов. И также мы посмотрели за этого библейского благословенного домоуправителя. И одно очень важно. Если Бог ставит человека домоуправителем, будь Божьим домоуправителем, это очень важно, это очень благословенно. Помогай людям жить, неси их на руках молитвы, делай души попечительства, благословляй, это твоя задача. Как один пастор сказал, мы должны наказать, вы не должны ничего, вы должны помочь человеку. Даже если человек согрешил, разберись почему, помоги ему, это очень важно. Здорово, здорово. На это мы будем оканчивать. И возможно в следующий раз будем проводить следующий семинар, Юра, с тобой. Это прекрасно, прекрасно понимать, что за всем то, что мы делаем, что служитель делает, что ты, что я, что вы делаете, за всем этим стоит Бог. Юра, можно телефон еще сказать? Телефон 588 05 8 588 05 8 8 Звоните Юрию. Эрия код 916. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословенны. Аминь. Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова